Добрый вечер! Наша с вами любимая радиостанция принимает звонки по телефону 6510-996. Пожалуйста, смски. Это такое заклинание, с которым обычно каждый ведущий входит в эфир, говорят, приносит удачу. Заклинание звучит следующим образом. 5533, буква Я, дальше пробел, после чего муки вашего выбора. Теперь о интересном. Эпоха Великих Географических Открытий закончилась. Для всего земного шара, наверное, после Колумба, для нас с вами, скорее всего, после Ерофея Павловича Хабарова. Ничего особо интересного, уже, собственно, открытия не получается. Для пытливых разумом есть такие прикладные способы хоть что-нибудь где-нибудь найти, как, например, геология. Для масштабно мыслящих, пожалуйста, космос. Там еще не все пока открыто. А на планете Земля есть ощущение, что уже, наверное, в каждом углу был засунут нос исследователя, либо испытатель, либо случайно что-то уронили, либо хотя бы через Google посмотрели. В общем, деваться особо некуда. Везде все открыто. При этом автомобильные компании всего мира потихонечку делают автомобили для Великих Географических Открытий, для путешествий, для бродяг, которые ездят не всегда с мотивацией что-то открыть, но, по крайней мере, неплохо прокатиться по тем местам, где нога человека не особо иступала. И среди вот этих всех достаточно легендарных и серьезных автомобилей, конечно, одной из отправных точек был и остается лендровер. На войну он не успел, джип его в этом отношении опередил, но в мирной жизни лендроверы, они практически олицетворение Африки. Посмотрите, красивую фотосъемку саванны, там будет носорог, огнеть в уголочке какого-нибудь лендровер в порядке вещей. По Азии тоже лендроверы очень неплохо поездили, немножечко в Южной Америке, в Северной практически не встречаются. Легендарная марка. Марка для людей, увлеченных путешествиями, марка для людей, привыкших изнурять себя на пустом месте очень серьезными трудностями, если речь идет о Defender. Defender это машина, которая держит любого человека в тонусе, не дает ему расслабиться, пожалуйста, у тебя Defender. После этого даже географические открытия делать не надо, достаточно делать Defender-логические открытия. Потому что Defender это такая машина, которая с утра до ночи подкидывает загадочку за загадочкой. Есть легенда. И овеяна славой, и в веках будет жить. А вообще-то, в принципе, название вот этой группы, оно пишется в одно слово Jaguar Land Rover. И ягуар, с недавних пор предлагающий каждой своей модели полный привод, остается без сопоставимого имиджа. Ну вот нет у него ничего легендарного. Да, история, да, спорт, да, быстро, престижно, да, разваливается так же стремительно, как любой Land Rover. Починить так же тяжело и дорого. Но при всем при том, хочется легенду. Ну хочется вот что-то такого уникального, при том, что наступление человеческих эмоций на британский имидж, оно идет и не прекращается. И как бы англичане в перемешку с индийцами, новыми владельцами этого концерна Jaguar Land Rover, не рассказывали о изменении качественного подхода и теперь уже полностью не ломучих машинах, тем не менее человеческая молва это опровергает. И вот остается только одно, от слов перейти к делу и совершить какой-нибудь подвиг, какое-нибудь географическое открытие. И молодцы британцы, они решительно взяли и сделали, на мой взгляд, уникальное географическое открытие, фантастическое совершенно по своей сути. И сделали они благодаря автомобилю Jaguar. Они взяли и на этом ломучем и не очень приспособленном к экстремальным холодам автомобиле поехали, куда вы думали? На полюс холода. Они поехали на полюс холода и там, на полюсе холода, при установлении всемирного рекорда максимального минуса, машина завелась и даже немножечко поездила. То есть совершила подвиг и погеройствовала. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, где англичане нашли полюс холода? Ха, неправильно. Они не поехали ни на один из известных географических полюсов, потому что, ну что такое Антарктида? Что такое для англичан Антарктида? Какой там может быть холод? Да нет у меня какого холода. Ты вообще ехать далеко. И британцы, гордые, совершили блистательное географическое открытие, заявив на весь мир, а для нас с вами на чистом русском языке в пресс-релизе официально разосланным журналистам, потому что полюс холода – это канадский город Доусон. В пресс-релизе это написано совершенно шикарно. 19 декабря термометры в канадском городе Доусон зарегистрировали рекордно низкую температуру – минус 49 градусов по Цельсию. Для канадцев – минус 56 по Фрингейту. Официально подтвердив статус Доусона как самого холодного города на планете. Обалдеть! Хочется спросить, идиоты, вы в школе учились? Вы географическую карту когда-нибудь видели? Я понимаю, что очень хочется совершить географическое открытие. И вот вы побывали на полюсе холода. И практически лично установили абсолютный рекорд. Вот такая экстремально низкая температура. Вообще у Ягуарлендровера, у них хозяева индусы. Понятно, что с точки зрения любого индийца, не индейца, где-нибудь минус 0. Для нас это просто 0. Мы знаем, что у 0 не бывает ни плюс, ни минус. Но у индусов минус 0 – это смертельная температура. Минус 5 – это подвиг. Минус 10 – это все сдохли. Если человек при минус 15 в состоянии шевелиться и, например, зайти за угол, чтобы пописать, это все, это герой. Это человек, которому можно строить сразу памятник при жизни на родине героя и возносить его на алтарь Отечества. Хорошо, индусы, ладно. Канадцы. Канадцам приходится гордиться всем, что у них есть. Они, на всякий случай, тоже слегка идиоты. Они делают вид, что география заканчивается за пределами их Канады. Наверное, даже Америки не существует. Тем более, что Ниагарский водопад, он же, собственно, никакой не американский. Он же канадский. Об этом знает любой канадец благодаря средней школе. Поэтому географии дальше нет. Если у них в Доусоне минус 49, это и есть рекорд. Но британцы в курсе, что география вообще-то явление всемирное. Что глобуса Канады не существует. И по земному шарику, если покататься, можно найти массу экзотических мест, в том числе и достаточно прохладных. И не таких прохладных, как Доусон. И когда в московском офисе этот бред переводят на русский язык и распространяют по журналистам, и пишут, что Доусон подтвердил статус самого холодного города на планете, мне хочется спросить, в том числе у русских, а что там у нас в якутском-то? Кажется, там каждый год минус 50. Нет? Или я ошибаюсь? Причем 50-е это когда еще дети ходят в школу. Это не когда геройствуют британцы и устраивают рекорды заводимости автомобилей на морозе. А в Батагай, у нас в Батагай сколько там было? Давайте посмотрим. Кажется, 73 в Батагай было. А в Верхоянске у нас было минус 82. Ну хорошо, в Верхоянске 82 не каждый день, в Эмиконе минус 82. Ну почти регулярно. Это, в общем-то, если хотите, повод для того, чтобы сделать еще несколько географических открытий. И если Ягуар-Лендровер собирается подобным образом интерпретировать географию, то они могут заехать к нам и за один сезон набрать на пятилетку вперед рекордов. Например, мы доехали, мы смогли, мы открыли даже дверцу нашей машины не автогеном. Но насчет того, что она завелась, вот тут очень большой вопрос. Сильно подозреваю, что ни один Ягуар, ни один Лендровер не заведется. Ну, надо отдать должное. В общем, мало какая техника рискнет заводиться при подобной температуре. Несколько лет назад Алексей Мочилов, великий путешественник нашей страны, предпринял экспедицию вокруг Байкала. У него было два Discovery третьих. Один сдох от нашего сибирского мороза, хотя там был тридцатничек какой-то. Второй доехал до Нового Уайяна, в общем-то, недалеко. Дальше эта техника не ползала. И если англичане вместе с московским офисом Ягуар Лендровер хотят сделать географические открытия, то, во-первых, можно все-таки закончить среднюю школу, пусть даже по усеченной программе. Либо открыть учебник по географии, либо, в конце концов, залезть в Википедию, а после этого поехать к нам и посмотреть, как там у вас с подвигом получится. Я думаю, что получится очень интересно. Примечательно то, что англичане на самом деле подозревают о существовании России в географическом таком явлении. И у них есть потрясающий человек с должностью, она называется бренд-директор Ягуар в мире. То есть это бренд-директор Ягуара на планете Земля. Так вот, этот землянин, Адриан Холмарк, в пресс-релизе сказал, «Автомобили прекрасно показали себя в условиях еще более экстремальных, чем те, с которыми обычно сталкиваются автовладельцы в Северной Америке и России. Глубокий снег, ледяной покров, гравий, изрытая кольями замерзшая грязь были неизменными спутниками автомобилей в экспедиции. Но сегодня мы готовы сказать, что наши седаны Ягуар идеально переносят столь суровые зимы». Холмарк, бренд-директор Ягуара на планете Земля. Может быть, добро пожаловать к нам на Колыму? Я понимаю, что лучше мы к вам куда-нибудь в Солихал или в Лондон. Но давайте на Колыму. Там география не заканчивается. Там столько открытий вы сделаете. Там будет вам так интересно. А московскому офису, получающему зарплату за дезинформацию, я думаю, что надо выписать премию. Девочек можно отправить на краткие курсы по изучению учебника географии. Ну, где-нибудь, наверное, за третий класс. Ну, я, по крайней мере, вот про то, где холодно, где жарко, проходил в третьем. Правда, это было давно. Возможно, что девочки посвежее меня по возрасту. Поэтому это, наверное, класс восьмой. Учебники в продаже есть, можно почитать. За англичан очень рад. Эпоха великих географических английских открытий не закончится никогда. Рядом с блистательным ленд-ровером красуется отныне и во веки веков сиятельная звезда незаверезающего Ягуара, покорившего в Доусоне абсолютный минус. Минус 49 градусов. Всей остальной географии и всемирной истории не существует. Ну, после этого идет такая, знаете, логическая отбивка. У нас телефон. На телефоне 6510996... 996 последние три цифры. Очень много звонков. Поэтому потихонечку переходим. Несмотря на то, что секунд у нас мало, попробуем подхватить хотя бы один из них. Елена, здравствуйте. — Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я сейчас езжу на автомобиле «Мазда» с 2009 года. Вот сейчас, соответственно, кончилась гарантия летом. — Пора выкидывать. — Прошло три года. Ну вот, да. Вот я поэтому бы хотела спросить. Потому что до этого я ездила три года на трешке, и ровно когда гарантия кончилась, я продала. Третий «Мазда», соответственно. Вот. И сейчас у меня пробег 100... Ну, в общем, чуть больше 100 тысяч. Вот. И просто финансово у меня не получается, у меня это что-то новое. И я хотела узнать, сколько еще можно на ней безбоязни, вам. Отвечу вам после того, как вы послушаете новости рекламы, я вернусь к студию. Покрасневший от вашего внимания в студии телефон 65 10 9 9 9 6. Так, вот еще раз эти цифры. Абракадаруа не получилось. Забудьте. 65 10 9 9 6. Вот этот телефон студии. Он, кстати, абсолютно малинового цвета. Елена, по поводу «Мазды». «Мазда» — машина очень правильная по управляемости. Японцы, когда работали над созданием каждого из своих автомобилей марки «Мазда». Самое главное, чем занимались, это управляемостью. Они абсолютные молодцы. Сейчас мало кто так честно делает машины. Поэтому после «Мазды 6» у вас будет очень серьезная проблема, потому что рядышком, может быть, в чем-то отчасти где-то находится еще «Пежо». Такие же молодцы. Если заставить себя в эту легенду поверить, то немножечко «Субару». А все остальное — это будут большие дорогие немцы на заднем приводе. Вы задали вопрос, сколько еще осталось жить в вашей «Мазде». В вашей «Мазде» жить осталось ровно до тех пор, пока в продажу не пойдет следующая «Мазда 6» производства дальзавода во Владивостоке. Наверное, где-то год. Поэтому 100 тысяч не предел, катайтесь, но если вы пересядете со своей «Шестерки» на любую другую машину, не «Мазду», это будет настолько болезненно, это будет настолько тяжело. Вы даже не представляете себе, насколько вы зависимы, насколько вы приучены к послушанию своего автомобиля. Любая другая машина вам покажется баржей, она будет вас пугать, и она не будет для вас безопасной. Тем более у «Шестерки» у нее спереди стоит двухрычажка, это подвеска, которая сейчас осталась, наверное, только у «Пежо 508» с двигателем 2.2 дизельным «ГТ». Вот у нее такая же подвеска, у нее такая же управляемость. Все остальное – это компромисс, и поэтому просто потерпите. Свою машинку вы любите, она у вас еще побегает, все с ней будет хорошо, через год купите себе новую «Шестую» «Мазду», это будет по-другому, но не хуже, потому что у новой «Мазды» у нее тоже будет спереди стоять «Макферсон», но тем не менее она останется «Маздой». Тем более, что вы же не в претензии к шумоизоляции, которой просто нет. Вот такой очень трагический вопрос из «Сергиевого посада» пришел от Александра. Хочется у вас «Патриот» бензиновый, так как семья четыре человека, вам нет два метра роста, дороги в «Сергиевом посаде» вообще не чистят, а чинить будут через пять лет, поскольку выборы только что прошли. У нас сейчас «Патриотик», 2007 год, вводим год, подскажите, к чему готовится или альтернатива за 700 тысяч. Вот такой альтернативы нет, но, Александр, в чем трагедия? Вы ездите, судя по всему, на приличной технике, и после нее вы потеряны для нашего автопрома. У «Аз Патриота» это будет жесточайшее разочарование, это машина, которая не держит дорогу. То есть даже когда вы едете прямо, зажав руль зубами, коленками, руками, ее все равно телепает туда-сюда, причем у нее динамический коридор по полметра в каждую сторону. «Лексус» слева, «Бентли» справа — это «Полька-Карабас». Не тот танец, который нужно плясать. Потом, не забывайте, что «УАЗовцы» — это люди, которые прошли советскую школу выживания, и они полагают, что любой человек за рулем этой машины должен сопоставимую школу выживания пройти во что бы то ни стало. Это типа вот «Ах ты, гад, в армии не служил, так я тебя родину заставлю любить». У них подход к созданию автомобиля сильно отличается от гуманистического. У «УАЗика», вот, например, у «Патриота», взяли его ребята из авторевью, погнали на полигон, на ресурсное испытание, у него оборвало кардан. Кардан когда обрывает? Причем у него оборвало заднее, то тот самый, который на скорости втыкается в землю, после чего машина делает два кувырка через крышу, а все, кто внутри, всех хоронят. Вот почему это произошло? Потому что был брак? Нет, ничего подобного. Потому что на Ульяновском автозаводе посчитали, что крепеж для кардана нужно делать из самой плохой стали, самой дешевенькой. Ну подумаешь, там же болтиков-то пять, но все же пять не срежут. Нет, срежут. Человек убьется. Да, убьется. Ну ладно, мы что-нибудь там посмотрим. Потом, когда на «Патриота» поставили АБС, машину кинули в продажу, люди на ней уже поехали, и вышла такая неприятная особенность. Если на «Патриоте» с АБС громоздится на гору, и по какой-то причине не хватает силенок залезть на нее, и начинаешь откатываться, тормоза обрубает, все, ты бьешь в педаль, а она не прогибается. Тормозов нет, педаль встает колом, и ты ничего не можешь сделать. И либо летишь дальше кувырком через спину, либо едешь и смотришь, сколько сейчас пешеходов или других людей, ты просто убьешь. Ну какая вот особенность? Вот с АБС-кой они поборолись, потому что это все-таки не их АБС, это была «Бош», они поменяли прошивку, причем в процессе смены прошивки утратили одного из своих самых интересных инженеров, который пришел работать на «Бош» после этого катаклизма. Но сколько подобных косяков еще живет в «Патриоте», вы узнаете, только купив его. И пересаживаясь с приличной машины на вот эту, вы ездить, конечно, какое-то время будете. Но, во-первых, у вас «Патриот» — это одна из самых дорогих наших машин по ремонту. Ремонт она требует всегда, косяков в ней много. И это такая засада, что лучше всего не смотрите в эту сторону. Двухметровый рост — да, это сложно. 700 тысяч — да, это мало. Серьезного ответа, который бы сразу удовлетворил все задачи поиска, практически нет. Есть, с одной стороны, «Дастер», есть, с другой стороны, «Ситрайен Берлинга» с блокировкой дифференциала на повышенном клиренсе. Нюансов много, но не надо, не надо «Патриота». «Патриот» вас очень сильно подведет. Семья — четыре человека. Ну, зачем такие вещи? Это не те эксперименты, которые нужно ставить над собой. У нас Игорь на связи. Игорь. Здрасте. Здрасте. А у меня другая беда. Год отъездил ровно и неделю на Тиане, зацвел капот. Дилер сегодня отказал. Ух ты, какие хорошие. А на лакокрасочное покрытие там сколько, 12 лет или 8 на Тиане? Квозная коррозия 6, 3 года. На лакокрасочное покрытие с такой оговорочкой. Если это заводской, ну, брак там как-то он описан. Ну да, хитрыми словами, да. Ну, я, конечно, настроен воинственно, и руки не отпускают. Начну бомбить сейчас «Ниссан» через электронную ключицу официально. Они вас пошлют, вежливо? Думаете, тоже. А у них это стандартная проблема. У них еще японки цвели у нас в любимом климате. И они, если под натиском признавали, они говорят, давайте перекрасим. А когда машина начинала цвести, у них кромка капота, там, по багажнику, по дверям. И клиент говорил, а давайте лучше поменяем. Ну, естественно, можете себе представить. Ты тут, гад, на ней год ездишь, а мы тебе что, теперь новую тачку, шоль, должны? Это же «Ниссан», японское качество в натуре. И с «Ниссаном» борьба будет долгой, но праведной. Потому что бороться надо в любом случае. В помощь вам Антон Незвецкий, это юрист. Он написал специальный учебник по борьбе с официальными дилерами в рамках закона о защите прав потребителей. Найдите его, у него все-таки настолько редкая фамилия, что первая же ссылка в интернете будет его. Книжка вышла в 2009 году, с тех пор не устарела. Если что, можете поискать его по разным сайтам разных автомобильных изданий. Он там тоже присутствует. И боритесь, боритесь, боритесь. А когда ни до чего не доборетесь, сделайте такую вещь. Ну, если, конечно, не доборетесь. Соберите коалицию людей, столкнувшихся с этим дефектом. Найдите меня через социальную сеть, например, в Фейсбуке или на Одноклассниках. И мы с вами вместе, подняв забрало, сходим в московское представительство Ниссана и поговорим с ними по-честному. Хорошо, спасибо большое. Но боритесь, поскольку дело ваше правое, победа должна быть за вами. Алексей на связи. Здравствуйте. Здрасте. У меня сейчас Форд-модел дизель 2 литра. Хорошая машина ведь. Да. В принципе, да, нормально. Единственное, конечно, управление мне не очень нравится у него. А у вас до этого, напомните, в Феррари был, да? Нет, не в Феррари был, конечно. Была тоже обычная машина. Но все-таки гидроусилитель работал, скажем так, более адекватно. По-корректной. Да, не приходилось на скорости постоянно руль подлавливать. Устаешь очень сильно, конечно, когда едешь быстро. Да, тем более парадокс в том, что фокус в этом отношении лучше. Он за дорогу держится более точно. Так, и в чем беда еще? Да, в общем-то, такой беды нету. Просто, ну, два года, 60 пробег. В принципе, еще год, думаю, менять его. Вот. Но встает вопрос, на что. Дизель сейчас нравится, конечно, дизельная машина. Но в свете последних цен дизельного топлива, плюс еще говорят, что его до 98-го цены поднимут. В принципе. Конечно, а почему же нет? Вы же с белой ленточкой не ходите, если что. Так, конечно, поднимут. Это да. Вот. Ну, смотрю, в принципе, на Экспорера. Ух ты. Да, 92-й, вроде как бензин. Да. Что скажете про эту машину? Ну, если вы не будете ошибочно полагать, что это суровый внедорожник, легендарный для покорения просторов нашей страны, то, как легковой автомобиль, замечательный, в городе очень хороший, на газоне перед гольф-клубом великолепно, до Сергиева Посада, где наш предыдущий слушатель бьется по поводу УАЗика, доедет. Не обольщайтесь по поводу этой машины, потому что она сделана на платформе Volvo S80 предыдущего поколения. Хотя из легковой машины сделать неплохой кроссовер удается очень многим фирмам, просто не перенапрягайте ее в своих мечтах преодоления. И тогда это будет очень хороший аппарат. Большой, удобный. А уж электроники там сколько. Главное, не берите его поддержанный. Потому что американский подход к электрическим разъемам, он на втором клиенте обычно в большую головную боль вырастает. Ну, в общем-то, я и не думал покорять какие-то там страшные места. Езжу по Москве, ну, так, к родственникам в Краснодарский край. В принципе, вот так вот. Замечательно, да. И он с этим справится, а тем более он большой, удобный. У него хорошая плавность хода. У него нормально настроенный полный привод. Он в состоянии грести всеми четырьмя лапками. И на 92-м бензине, да, да, да. Это очень правильный ход, потому что, а куда нам деваться? Конечно, учитывая, что у нас в государстве все настолько рачительно и рационально, что нефть мы добываем отдельно, а производство топлива у нас идет отдельно, и цены не пересекаются, у нас, конечно, все будет дорожать. Да, я с вами целиком согласен. Алексей, спасибо вам. У нас, кстати, как вы не поверите, Алексей это самое популярное имя среди звонящих на радиостанцию. Поэтому на смену Алексею приходит Алексей. Я сам удивляюсь. Да, я только рад этому. Здравствуйте. Здравствуйте, как-то так получается. Значит, по поводу патриота можно? Да, конечно. Ну, на самом деле не так все фатально, и многие вещи несложные, не очень дорого лечатся. Да, действительно, это заводские недоработки. Такие рецепты есть, и ездил, знаю, управляемость приходит в совершенную норму. Ну, конечно, там до, наверное, 80-ки не дотягивает до Тойоты, я имею в виду. А за счет чего? Вы кастер меняете вручную в гараже или что? Нет. Требуется замена амортизаторов, есть подобранная... Ну, нет, я не хочу, дальше это будет реклама. То есть есть рецепты? Есть общественное мнение, да? Есть рецепты, да, которые приводят управляемость этого автомобиля в совершенно полную норму. Хочется спросить, почему же не завод этим занимается, почему же вы этим занимаетесь, почему мы с вами? Да, любопытно. Я не скажу, что я этим занимаюсь, я просто пользовался подготовленным, нормально подготовленным патриотом и после, ну, таких отзывов фатальных убедился, что, ну, совершенно по трассе совершенно нормальный автомобиль. То есть жить можно? Особенно, если, что называется, руку приложить, а вообще любой русский мужик, он должен быть еще хорошим хозяйственником, немножко слесарем. Тут ничего не сделаешь. Руку положать надо, как владелец многочисленных в свое время. Уазиков сейчас остался только один, я на это не понаслышке. О, это рука, какая надо рука, да, Алексей? Да, а вообще, честно говоря, ну, просто по роду увлечений... Время, время, Алексей. Очень интересна тема внедорожников. Вот, реально, если вы будете развивать себя в передаче, ну, просто цена вам не будет, Сережа. Спасибо вам. Новости. Вот с этого дубля попробую без запинок произнести телефон нашей с вами любимой радиостанции 6510996. С Алексеем мы перед новостями расстались на пожелании развивать тему внедорожников. Поскольку я ее развиваю, делаю я это достаточно однобоко. Раз в месяц я беру какой-нибудь автомобиль полноприводный и уезжаю на мероприятие под названием Волок-выходные. Это такое этнографическое путешествие по буеракам областей, прилегающих к Москве. У нас жизнь, цивилизация и дороги заканчиваются где-то, наверное, на рубеже 90-100 километров от Москвы. Мы обычно уезжаем куда-нибудь за 120-150, то есть, с одной стороны, экстрима там уже хватает, дорог там нет, а варианты выживания достаточно обширные. Поэтому есть шанс неплохо побороться, но при этом еще вернуться в студию. Вот я как раз в эти выходные уезжаю. Машиной будет, скорее всего, Паджеро, обычный большой четвертого поколения Паджеро с бензиновым 3.0 на автомате. Вот посмотрим, как сейчас по этим сугробам при помощи лопаты и соратников с лебедками буду преодолевать, ну, в общем, очень дальние подступы к Москве. Отчеты об этих путешествиях есть на разных сайтах. Езжу я уже больше года по этим мероприятиям. Там довольно много любопытного. Так что, так или иначе, вот эта вот база покорения бездорожья, она пополняется. Хотя мой самый главный внедорожный подвиг путешествия по несуществующей и, тем не менее, Путиным лично открытой трассе Амур, это был 2007 год, открывал, мне по-моему, в 2004. На тот момент, когда я там ехал, трассы не существовало. Я проехал за рулем Октавии Скаут от Улан-Удэ до Владивостока. Это было удивительно совершенно. Это было достаточно экстремально. И, тем не менее, вот как видите, выжил. То есть внедорожник для этого не понадобился. И, кстати, когда говорят о легендарности каких-то марок, вот Линдровер, например, легенда, он не отважился на эту поездку, а Шкода отважилась. Шкоды доехали из 10 машин в караване, ни одна из них не сдохла. У одной были проблемы из-за топлива по двигателю. То есть Линдровер не рискнул покорять географию. Он вот поехал на несуществующий полюс холода, да и топлице Ягуара. А Шкода, например, поехала по бездорожью по России и преодолела его. Есть сообщение о нормальной муке выбора. Что лучше, динамичный Тигуан, но со странными тормозами. Тормоза реально странные. Или более размерный Спортедж, но с меньшим клирисом. 80% в город, бордюры 20% в Московской области, местами грязные заснеженные проселки. То есть никакого серьезного бездорожья не планируется. В этом отношении Спортедж правильный, предпочтительный. К тому же он ярче, красивее и симпатичнее. Косяков с ним гораздо меньше. Вольксваген упирается. Корейцы в этом отношении абсолютно молодцы. Они говорят, да, есть у нас определенные проблемы. Слушайте, мы их решаем. Они их действительно нормально решают. Еще одна мука выбора между С4, не Пикассо, и Шевроле Круз Хэтчбэк. Если С4 не брать на автомате, на механике, замечательная машина. С4 очень симпатичный, очень удобный. И вообще в нем так много душевного дизайна, что каждый день, когда садишься за руль такой машины, есть повод чему-то порадоваться. Круз в этом отношении чуть более утилитарен. Чуть-чуть покрупнее он, как хэтчбэк, он вполне состоятелен. Если на автомате, то С4 Пикассо брать нельзя в принципе. Вернее, не Пикассо, вот это С4, Пикассика, кстати, тоже. Поэтому, если между ручек, выбирать ручку и ручку, и есть какие-то грузопассажирские задачи, в хэтчбэк Круз влезет на одну коробку геркулесовой каши больше. С4 просто это такое вот имиджевое состояние, когда у вас хорошее настроение, вам здорово и хорошо. У нас Илья наконец-то дождался своего выхода в эфир. Здравствуйте, Илья. Так, это Денис, извините, Денис, это вы. Да, не Илья. Ну, видите, Алексеи закончились, Денисы пошли, тоже хорошо. Я рад. Да, здравствуйте еще раз. Вот интересует вопросик по поводу автомобиля Hyundai X35. Ух ты. Два литра автомата полнопривода. Два литра бензин? Да. Два литра бензин это просто добротная машина. Ну, я не собираюсь там по горам лазить. Нет, ну, по горам бесполезно. У них, у АХ35, у него есть одна удивительная совершенно модификация. Это с дизелем 2.0 в 184 лошадиных силы. Вот это ураган. Это настолько потрясающий мотор, что машина просто кардинально другая. Это не значит, что вы сразу наступили на педаль и намотались на стол. Ничего подобного. Просто у вас запас тяги, динамика и вообще то, как это сделано, то, как оно едет в результате, это шедевр. 2.0 бензин. Нормально, добротно. Тем более, судя по всему, вам эта машина нравится. Вот каких-то подводных камней, про которые я знаю, а вы не знаете, в этой машине нет. У меня есть претензии по пластмассе в салоне. Но, в конце концов, чем одна машина отличается от другой? Количеством опций. Чем больше опций заказал, тем больше счастья. Денис, какая машина у вас сейчас? А вот она у меня как раз сейчас и есть. Буквально полгода назад ее взял и не знаю, просто что дальше ждать. Счастье. И вы уже счастливы, просто наслаждайтесь и впредь этим блестательным состоянием души. Константин у нас на линии. Алло, здравствуйте. Здрасте. Да, ну тоже есть проблемка. Значит, езжу с 2007 года на моделях марки Kia. Тит в основном, ну не в основном, а есть два раза. Ну, то есть один раз уже менял. Вот. В принципе, все устраивает. В качестве, я имею в виду, эконом-класс плюс довольно-таки просторный салон. Ну, цена-качество, короче. За исключением, конечно, вторую машину взял 2010 года. Она потеряла звукоизоляцию. Почему-то класс двигателя стал ниже, был четвертого, стал третий. Вот. Ну и, само собой, в цене. А вот сейчас вот хочу взять какой-нибудь кроссовер. Ну, выбор впал сейчас на Qashqai. Двухлитровый вариатор. Вот. Но, увы, поддержанный, скорее всего. То есть в пределах 800 тысяч. Поэтому хотелось бы понять, стоит ли обращать на эту модель внимание, либо есть какие-то другие варианты, более достойные, в пределах, там, грубо говоря, трех лет поддержанности. А вот когда вы уходите на вторичный рынок, вы начинаете играть в чужую лотерею, в которой правила не определяете. Ну, логично, логично. Тем более, есть какое-то предложение, есть какое-то предложение, допустим, до 800 тысяч что-то взять. Ну, дастер я бы не стал рассматривать. Почему? Хотя, в принципе, дастер я имею в виду. А почему? Чем отталкивает вас этот аппарат? Не знаю. Меня отталкивает больше Рено, чем аппарат. Вот. Не знаю. Не имел счастья вообще, как бы, сам водить Рено, но... Хорошее. Есть у знакомых. Дастер это не Рено. Дастер это отдельный ветвь эволюции. А, вообще. Да, это само по себе. Знаете, Рено не умеет делать полный привод. Они сколько раз за это берутся, каждый раз у кого-то учатся. А вот здесь дастер у них получился. Настолько интересный аппарат. Они ему на будущий, наверное, уже в этом году, скорее всего, под конец года, они ему сделают автомат. Сейчас пока он полноприводный на ручке, а переднеприводный на автомате. Но не имеет смысла покупать машину, запрограммированную под полный привод на двух колесах. А дастер на механике 2.0 это, в том числе, автомобиль, который между классами, он больше, чем кроссовер и почти внедорожник. На нем можно ездить. У него есть нулевая передача, которая позволяет, с одной стороны, трогаться, а с другой стороны, имитировать вот некий такой пониженный ряд раздатки. И это действительно аппарат, который за жизнь свою и владельца борется. А вот когда вы берете, например, в качестве машины Qashqai 2.0 вариатор, начинаете ее рассматривать, то, во-первых, вариатор это само по себе всегда подозрительно из старых рук. Во-вторых, Qashqai, не забывайте, эта машина на наши деньги полноприводная девятка. То есть это хорошая полноприводная девятка. И когда японцы ее делали, то они, в первую очередь, ориентировались на Европу. И целевую аудиторию этой машины, это вот мы же русские, мы же все немножечко своеобразные ребята. Так вот, для немецкого рынка они определили, что Qashqai это автомобиль для престарелого бюргера в возрасте 55+. Это старичку тряхнуть стариной. Они ему сделали удобную, хорошую машину, нечто среднее между креслой-качалкой и топтателем газонов. К нам эта машина пришла, она стала очень неплохой девчачьей игрушкой, особенно если она красная. Замечательно. Девчонки все просто великолепно смотрятся в красных Qashqai. Но, как только вы полагаете, что это кроссовер, представьте себе ситуацию, вы едете на полноприводной девятке. Это неплохо до тех пор, пока вам нужен кроссовер. А еще есть, например, Skoda Yeti, а еще есть Duster, но они все чуть дороже. То есть Duster в пределе все, а вот, например, на автомате, если вы хотите Skoda, то Yeti, как один из самых удачных автомобилей, в принципе, в классе кроссоверов, да, он, к сожалению, дороже. Нас с вами очень хорошо ценят. Мы почему-то все миллионеры с точки зрения производителей. Поэтому и нету выбора, потому что цены очень задраны во многих случаях. Да, сели два миллионера поговорить в прямом эфире за жизнью. Выяснилось, что одного нету на Qashqai, а другого нету на Mercedes. Это мы с вами. Да, да, да. Нет, ну у меня просто еще жена, она ездит, поэтому я ей что-то смотрю на автомате, либо вариатор, либо что-то такое. Поэтому механика вот пока Duster не подойдет. Но если она будет на автомате, я, наверное, рассмотрю этот вариант. Это будет неплохой вариант, аналогичный к Qashqai. Они будут очень сопоставимы. Но жену, конечно, понятно, что дрессировка жены это тупиковое занятие, но жена, если она анкопулеметчица и вместе с мужем в одном окопе, то хорошо бы, чтобы она тоже знала механику. Рано или поздно, к сожалению, пригодится. Да, ну вот честно... Момент упущен, понятно, да, Константин. За полгода уже забыла. А, то есть навык-то был, значит шанс есть. Был, был. Был чуть-чуть, да. Но, Константин, для жены машина, на самом деле, сколько бы вы не пытались ей выбрать, все равно это ее выбор. Она должна ее как платье полюбить и сказать «хочу». А наша с вами задача разбиться в лепешку и посмотреть, что будет в результате. Дмитрий у нас на связи. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я многодетный папа, у меня дома четверо детишек. Замечательно. И хотел бы приобрести мультивен. Вот какой посоветуете, с каким двигателем? Вот 140, 160 лошадок и коробка передач. Надежно ли вот автомат? Или же лучше все-таки склониться к Виана, Мерседес, надежно ли? Вообще, вот был у меня эпизод, когда с другом мы выбирали ему в большую семью, в хозяйство, машину. Выбирали между H1 Hyundai, как раз Volkswagen и Mercedes Viana. Облазили с линейкой, с калькулятором в результате Viana. Полноприводный турбодизельный Viana позволяет и увезти много, и уехать далеко. И он удобен. Все дети туда загрузились, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку засунули и поехали. Volkswagen почти то же самое. Но он чуть поуже, он чуть покомпромиссней. И при всем при том, с точно таким же зверским ценником, в том числе и по техобслуживанию. То есть, если есть возможность, я бы пошел бы в сторону Мерседеса. А во-вторых, представляете, вот вы приходите, многодетный отец, и так аккуратненько куда-нибудь на стойку кладете ключ от автомобиля, а там звезда Мерседеса. Аплодисменты в зале. А все-таки тут надежно у Multilane, вот коробка и вот двигатель. Да, да. У меня переднеприводный, тут уже полноприводный, он дорогой слишком. Как сказать дорогой? У вас полноприводный начинается с Limon 600 Мерседес. Нет, в салоне где-то 2,600 стоит. Это все лукавство, ну что вы. Это, знаете как, это надо, тем более сейчас у нас период скидок. Пока еще не все распродано. А у Volkswagen, да, у него с коробками на самом деле все в порядке. Двигатель, смотрите, у вас же получается пороговое значение. 150 лошадей. То есть, 140 это одна налоговая ситуация, 160 другая. Хотя вы, как многодетный отец, имеете право на то, чтобы до 200 лошадиных сил, в принципе, не платить налог по городу Москве. У меня жена, это льгот или пользуется. Не я. То есть, ваша машина попадает под налоги? Да, да, да. Тогда... Мне главное, потому что двойная турбина, она все-таки надежна или нет? Вот если куда-то ехать, говорят, что вот этот 140 лошадок, он более такой, не требуется к солярке. Правильно говорят, правильно. 140 в этом отношении выигрышней. 140 вообще выигрышней. 160 это хороший такой инженерный шедевр. Классно. Но 140 лучше. И не бойтесь автоматов. Автоматы у них в том числе ставятся на полностью коммерческие машины. Перерыв на новости, потом вернемся к нашим разговорам. На СМС-портале достаточно традиционный вопрос для любой радиостанции нашей страны. Что скажете о Лада Гранта? Плюсы и минусы, отличия других автомобилей семейства Лады. Спасибо, Глеб. Странно, что вообще такие вопросы возникают, поскольку, как бы мы не мечтали о изменении качества и сути изделий АвтоВАЗа, ситуация там меняется не сильно. За последние 42 года, несмотря на то, что у них уже второй по счету директор по качеству, вместо Паскаля Фильтена пришел человек с фамилией Фуфана, замечательный, кстати, директор, но качество от этого не сильно выросло. Но у нас завтра, если все звезды сойдутся и все получится, здесь в эфире, в студии будет директор по внешним связям АвтоВАЗа Игорь Буренков. И можно будет в том числе директора по внешним связям, работающего на АвтоВАЗе, спросить, а хорошая ли машина делает его АвтоВАЗ платящему зарплату? И он честно и непредвзято расскажет вам о том, какие достатки, недостатки, плюсы и минусы есть у этих автомобилей. Будет очень интересно послушать. Мы завтра будем выяснять, сколько раз мы продали АвтоВАЗ, кому и вообще, чья теперь фирма, наша или не наша. Потому что, помните, там голландское СП, есть много вопросов, Игорь Буренков согласился, посмотрим, может быть, летная погода будет, он приедет, пока он в Тольятти находится. Валентина у нас на связи, здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Говорите. У меня сейчас Hyundai Giz, вот я в ней, кстати, сейчас нахожусь, ей два с половиной года. Мне 61 год, то есть я проездила на ней вот 26 тысяч километров. Ну, на работу и так. Ну, замечательно. Хотелось, да, хотелось было сейчас ее поменять на Nissan Teeza, тоже хатчбэк. А почему? Ведь еще же рано, 26 тысяч, два с половиной года, или надоел? Нет, надоел. Она красная. Так. И надоело. Просто надоело, уже все, экстремальный цвет? Ну, надоело, да. Валентина, у вас такой молодой голос, вам красный так к лицу. Она притягивает у меня постоянно, то кто-то поцарапает, то кто-нибудь сзад въедет. Невезучая машинка. Все лезут любоваться на вас и почему-то обязательно входят в контакт. Хотели бы с вами, а получилось, что с машиной. Она вас бережет, видите как, она бачка своей подставляет. Теида очень хороший аппарат, причем в какой комплектации не возьмите. Там моторы 1.6, моторы 1.8. Мне очень понравилось сочетание автомата 1.8. Причем, что хорошо, он аппарат высокий, туда удобнее садиться, чем в Гетц. И он по дорожному просвету. Вы иногда смотрите, на дороге пакетик валяется. Да, да, да. И по этой тоже причине. У Гетца, а тем более, если у вас стоит защита, есть такая неприятность, как защита Картера. Защита Картера есть, я поставила. Дальше у вас дорожный просвет вообще 110 мм, где-то там 112. И в Кибу постоянно. Если вы наезжаете на пачку сигарет, это практически ДТП, вы ее задавили. Аж страшно. Теида чуть-чуть побольше, чуть-чуть повыше. И сама по себе машина широкая, машина большая, такая хорошая, классная, хозяйственная сумка. Туда можно и Валентин еще несколько посадить. И если что, там с работы что-нибудь привезти достойное. Или наоборот, на работу тортик. Туда много тортиков. Ну, значит, вы советуете. Но это лучше, чем Пежо 308. Ну, Пежо, вы хотите, наверное, 308 на автомате. Ну да, конечно. Мне не нравится Пежошный автомат. Я его не люблю. Я не понимаю, почему в 21 веке он должен быть такой. Тем более, Пежо 308, она вроде как помоложе и покраше, чем Теида. Ну да, она покрасивее. Но и Теида тоже, в принципе, неплохая. Но почему тут мне? Как бы дочь говорит, сама она 308. Как она называет Теиду, это табуретка с бегемотом. Говорит, мам, зачем тебе это надо? А зачем вам две 308 в доме? Нет, она отдельно живет. А, то есть будете перезваниваться и спрашивать, ну, как там твоя лапочка? А моя лапочка сегодня чихнула. Да нет, я вот даже принципиально поэтому не хочу. То есть вы, Сергей, советуете, да, Теиду? Да, я Теиду вам советую. Но еще есть, например, такой довольно странный чемоданчик, тоже полученный в результате селекции из бегемотиков и комодиков. Называется он Kia Soul. И у Kia Soul... Да, 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 мне он нравится тоже. Да, я его видела, обращала на нее внимание. И он такой же примечательный, и, что самое главное, он такой же удобный. В него тоже удобно входить в полный рост, вежливо кланяться рулю, садиться и ехать. Вот его тоже посмотрите. А в обслуживании, Сергей, а в обслуживании потом. То есть вот я пока сейчас работаю, а потом вдруг не буду работать. Вас как липку обдерут и дилеры Kia, и дилеры Nissan. И еще, если найдут возможность, обязательно плюнут в душу и еще скажут, что вы сами виноваты. Все понятно. Ну, мы же знаем, у нас такая страна, и мы к этому морально готовы. Угу, все ясно. Спасибо большое. Успехов вам. У нас человек с крайне редким именем Иван на линии. У нас обычно Алексей, Алексей, Алексей. Иван, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, спасибо вам большое за вашу передачу. Очень большой ваш поклонник. Спасибо, поклонник. Да, у меня очень такая коротенькая история про XT-90. Вот я против промышленной эксплуатации животных. И попросил у менеджера в салоне, чтобы сделали ткань. Вот, да, с тканью сделали. Мне сказали, вы что, это же премиум автомобиль. Это только кожа рожи там все дела. Вот. И я так понимаю, что премиум автомобиль, это когда то, что ты хочешь, будет удовлетворяться. Вот у меня короткий вопрос, когда у нас все-таки это произойдет, когда мы перестанем, да, там, вот, такие вот, ну, пальцы делать. Вот, вот, и сам вопрос у меня, на самом деле, пришел я уже к ИВОКу. Вот, что вы думаете про ИВОК? Вот, то есть, коротко про эксплуатацию животных и про ИВОК. ИВОК, ничего не могу с собой поделать, он мне нравится. Я вчера ездил на ИВОКе в фантастически редкой комплектации. Комплектация называется «Убогий дешевый на ручке». У него была ручная коробка передач, совершенно неизбирательная, там не попадешь в половину передач. У него двухлитровый турбодизель 150 лошадиных сил. И при всем при том, на летней резине это замечательно ехало. И поскольку машина дизайнерская, ее ведь покупают только ради красоты. Вот совершенно не важно, как она едет. И совершенно не важно, что... Это просто красиво. Это просто дизайн. Там заднего обзора нет никакого. В БОК тоже я бы не сказал, что он есть. Но при всем при том... Айфон среди машин. Да, да. Это именно айфон среди машин. Вы абсолютно правильно сказали. А если крыша панорамная, а если там... Да, если его поднять до трех миллионов стоимости, там будет столько удовольствий. Нет, 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 не так. Но вам кожаные сиденья. Сразу подгонят кожаные и скажут, знаете что, Иван, а вы премиальный человек. У вас вот смотрите, и часы приличные, и айфон есть. Так что вам, пожалуйста, кожу. Я сам кожу не люблю. А это кожа натуральная? Ну вообще, ну просто такой банальный вопрос. Или все-таки это есть шанс, что это искусственный? В той комплектации, в которую я ехал, там было сочетание тряпки с синтетикой. А в остальных случаях кожу сделают настоящую. В общем, с 90 это невозможно. А с 90, вот вообще в целом отношение представительства к дилеру и дилера, к клиенту, оно идет по, в нашей стране, по концлагерному пути. Вот есть старший надзиратель, есть начальник барака и есть зэки. И нам вот кажется, что, казалось бы, например, представительство должно быть партнером с дилером. Ведь дилер его же кормит. Поэтому дилер, если он, например, какие-то хочет пожелания высказать, они как минимум будут услышаны. Этого нет, и особенно в Вольво. Там такой фашистский диктат из серии «Если ты сволочь, мне план не выполнишь». Если ты гад, только попробуешь это. Я тебе такое. Причем вот именно в Вольво, там, например, фантастически совершенно в недавние годы были приписки, когда для выполнения плана дилер был поставлен в ситуацию. Что ему проще сделать? Не выполнить честно план и получить пенальти. То есть ему срезают там 10 миллионов долларов. Либо он делает вид, что он продал мертвым душем эти машины. И тогда ему выплачивают премию за исполнение плана. После чего он машины продает с дисконтом ниже закупочной стоимости. Остается в прибыли. Вот это стиль Вольво. И здесь вдруг появляется клиент, который говорит, вы знаете, а я вот хочу по-другому. И на этого клиента смотрят и говорят, слышь, лопать что дают. Вот как вам, например, сказали. Кожа. Вы же крутой, вы же должны обожать кожу. А то, что некоторые крутые не любят, это даже не будет услышано. Хотя все автомобили, все бренды, которые представлены, например, в Индии, и Вольво в том числе, продают там машины, ради которых никто не убивал священное для индусов животное корову. И там даже Мерседес С-класса на тряпке. И нормально, и выясняется, что оказывается и в фирме Мерседес умеют для С-класса шить тряпочные сиденья. И то же самое с Вольво происходит. И нормально происходит. Но уважение к клиенту происходит после того, как клиент четко показывает зубы. А само по себе, по умолчанию, оно не происходит. Поэтому мы вот в таком положении. Мы находимся в нижнем звене эволюционной цепочки. Она же пищевая. И старшие надзиратели нам не выбиться еще очень долго. В общем, и ВОК можно, да? И ВОК можно. И ВОК можно. Но все равно, как всякий айфон, и дизель в том числе. Дизель у него пежошный стоит. Очень хороший дизель. Вообще, Peugeot одна из лучших фирм в мире по дизелизации. Но как всякий айфон, представляете себе, сколько приятных нюансов он вам в жизни подарит. Ну да, это понятно. Спасибо вам большое, Сергей. Пожалуйста. Спасибо вам за приятную беседу. Антон у нас на линии. Антон. Да, здравствуйте. Здрасте. Очень нравится ваша передача. А мне как нравится. Вы не поверите, Антон. Я ездил на Мази-шестерке. Два года подходит. Хочу менять на либо кроссовер, либо внедорожник. А почему не на Мазду-шесть следующего поколения? Ну, во-первых, я посмотрел Мазду-шесть следующего поколения. Мне не понравился багажник. И вообще она сама как-то мне не понравилась. Не очень. Не приглянулась. Мазда-шесть на Мазда-шесть вы не хотите менять. С тех пор, как Мазда пишет ее в одно слово, вот эту цифру, я так понимаю, правильное произнесение, это Мазда-шесть. То есть Мазда-3, Мазда-2 и Мазда-шесть. Был в салоне, посидел в ней в новой. Не знаю, моя лучше. А скажите, Антон, вы зум-зум нашли в своей Мазде? Что нашел? Зум-зум. Вот вы ее когда покупали, нам с вами по мозгам елозили шепотом, правда. Зум-зум. Зум-зум. Вы хоть знаете, что это такое? Нет, не задавался этим вопросом. Но вы не искали зум-зум в своей машине? Нет, не искал. Я искал, но не нашел. Тоже не нашел. В принципе, машинка нравится, единственное, как бы не очень удачная. Шестерка ваша? Да-да. Ну, рулится-то хорошо. Всем она тоже нравится, чтобы к ней притереть. Это да. Ну, ездили бы вы на велосипеде, притерзшихся было бы меньше. Ну, и что вы среди муки вашего выбора огласите? Значит, по цене от одного до одного из шести, смотрю. Очень хороший вариант. В основном, конечно, езди в городе, но и на дачу выезжаю, и там по полям, по грязи. Какой такой оптимальный вариант соотношения как бы внедорожных качеств и городского автомобиля. Ну, а вы уже на что посмотрели? Смотрел Mitsubishi Pajero Sport. Так, очень интересно. Хороший внедорожный. Ну, правда, мне нравится внешне, смотрел внутри, правда, комплектация была самая простецкая, пластик меня убил там. Не, Антон, вы выжили, вы же живой. Если бы вас убил пластик, мы бы вас похоронили. Вы очень живучи. То есть, я выжил. Смотрел даже Toyota, ну, там они подороже, Highlander, посмотрел, мне очень нравилась эта машина, но вот когда я ее увидел вживую, мечта разбилась, что называется. Ну, там в салоне же просто катастрофа, там кирза. Да, 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 это жуть какая-то. Просто безобразие. Вот Pajero Sport это внедорожник, особенно когда с блокировкой дифференциала заднего. Highlander это просто Camry, накрытая вот таким кузовом, приподнятая над дорогой. Это легковушка абсолютная. Да, да, да. То есть, если вы собираетесь рубиться в грязи, то Pajero Sport это одна из лучших машин для нас. Вот, в принципе, на Ульяновском автозаводе должны были производить Pajero Sport. Ну, последние лет 15, по крайней мере. О, смотрел еще Kia, Sankyang. Которые? Вы какую Kia смотрели? Мохава? Kia, нет. Sorento? Sorento, да. Ну, да, хороший кроссовер, обычная легковая машина. Рядышком с Highlander поставьте его, то же самое, только на корейские деньги. Если для грязи, если для бездорожья, то тогда Pajero Sport. Либо вы уходите к пикапу. К сожалению, до завтра. Завтрашний день обещает быть очень интересным. Продолжение следует...